Никогда такого не было и вот опять Свифт против Гулливера. Россию в который раз требуют отключить от международной расчетной системы. Если Беларусь такими угрозами столкнулась впервые, наша оппозиция, как они говорят, исключительно из лучших побуждений надеются обрушить национальную экономику, то Москва слышит эти заявления регулярно. Громче после Майдана в Украине они были в 2014, в 2015, в 2017, в 2019. И вот сейчас наказать Россию отлучением от международной банковской коммуникации потребовал экс-президент незалежный Леонид Кравчук. Мол, это будет плата за Донбасс. В России такой счет называют политиканством и пустой угрозой. Все началось в конце ноября, по сути, со срыва очередного заседания Минской контактной группы. Представители Киева отказались от обсуждения и согласования проектов законов по урегулированию конфликта, предложенных Донецком и Луганском. Украинская сторона настаивала на представлении такой программы именно от России. Москва, сославшись на нежелание вмешиваться во внутренние дела соседей, отказалась, за что и получила от Кравчука месяц на размышления и угрозу отключения от международной расчетной системы SWIFT. Полагаю, что подобного рода предложения носят характер шумовой световой бомбы, которая, разорвавшись, должна возыметь какой-то эффект на противоположную сторону. Но на самом деле серьезным фактором не является. Если Россию отключить от SWIFT, грубо говоря, перейти на факсовую передачу, то Запад, безусловно, лишится очень серьезной ресурсной поддержки и тем самым выстроит себе даже не в ногу, а в голову в экономической точке зрения. Все разговоры от инициаторов отключения России и Беларуси от SWIFT о том, что это борьба с режимами, а не с гражданами, банальный обман. Любая страна оказывается в этом случае финансовой изоляцией. Контракты срываются, экспорт-импорт останавливается, девальвация рубля как следствие, растут цены, доходы людей падают, рабочие места сокращаются. Никаких международных платежей по картам, никаких покупок за рубежом. Нет денег в бюджете, нет их и на зарплаты, и пенсии. Безусловно, отключение от SWIFT экономисты справедливо сравнивают с локальным Армагеддоном. В этот момент прекращаются межбанковские переводы, в этот момент люди банально не могут снять деньги со своих банковских карточек, в этот момент люди не могут оплатить товары и услуги при помощи своих электронных средств. Соответственно, если представители оппозиции желают для своей страны такого будущего и такой ситуации, то их можно абсолютно оправданно сравнить с вредителями. Либо они просто не осознают, какой коллапс, какой социально-экономический удар повлечет за собой отключение страны от SWIFT. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это крайне маловероятно. Стоит отметить, что SWIFT – это частный бизнес. Он должен заботиться о репутации и приносить доход. Услугами системы пользуются свыше 10 тысяч крупнейших кредитных организаций по всему миру. И Россия – главный торговый партнер Беларуси, второй по величине пользователь системы после США. Отключение Минска – это удар по Москве и наоборот. Между тем, стоять боятся, каждый раз, когда грозят санкциями, Россия перестала. Центробанк постоянно делает превентивные шаги, чтобы обезопасить страну от последствий любых западных демаршей. Что касается SWIFT, то да, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание SWIFT уделяется прежде всего потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, она обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товара обмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие аспекты экономической жизни. Вывод очень простой. Нужно разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада. Тем более, что Запад доказал многократно свою ненадежность как партнера и полагаться на многосторонние инструменты, которые целиком находятся в западных руках, под контролем западных структур, конечно, уже не вполне надежно. Разработкой собственной расчетной системы соседи занялись 6 лет назад. Уже готов рабочий аналог – сервис-бюро СПФС. Ее услугами сейчас пользуются почти 400 организаций. Это банки, компании финансового сектора и промышленные корпорации. Среди них такие гиганты, как «Газпромнефть» и «Роснефть». Кстати, использование российской системы обходится дешевле свифта. Речь, например, о тарифах на передачу финансовых сообщений. Подключение и обслуживание вообще бесплатно. Процесс вхождения в систему просто не потребует при необходимости много времени туда и от белорусских банков, которые, к слову, тоже имеют собственную банковскую систему Белкарт. Российская лишь расширит возможности. Только как бы вслед за таким тесным финансовым слиянием с Москвой инициаторы западных санкций первыми не стали кричать «здрада». Интересно, что даже российская оппозиция, в отличие от белорусских политэмигрантов, всегда опасалась публично поддерживать идею отключения страны от международной платежной системы. Это сродни политическому самоубийству. Здесь актуален еще и финансовый вопрос. Все эти фонды, обещанные выплаты, помощь Запада автоматически становится недоступной. Кэш придется возить через границу. А это дело хлопотное. Если, конечно, нет другой цели и задачи получения средств другими контрагентами, чье нахождение за пределами и России, и Беларуси, конечно, тогда станет более прибыльным. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Москва.